Сегодня я буду делать для себя рабочий стол. Не стол, а стул. Вот не зря же я оговорился, вот прям как знал, что скоро он мне понадобится. Здравствуй, дорогой друг. Сегодня я буду делать не рабочий стул, а рабочий стол. Вот так серо и угрюмо до недавнего времени выглядело мое рабочее место. А это мой старый, но от этого не менее любимый рабочий стол. С ним далекие пять лет назад я, можно сказать, и начал свою рукодельную карьеру. Он пережил два переезда, несколько модернизаций и все это время служил мне верой и правдой. Сам по себе стол достаточно небольшой и при условии, что других дополнительных мест для хранения инструмента или материала у меня пока нет, он вечно заварен хламом. Хотя это скорее претензия ко мне, а не к столу. В ближайшем будущем я планирую переехать на свое новое рабочее место, которое вы, кстати, могли видеть в других моих роликах, где, например, я делал крыло для Урала или лофтовую скамейку. Площадь здесь гораздо больше и уже сделано освещение и розетки. И поскольку на это рабочее место у меня достаточно большие планы, сюда требуется уже совсем другой рабочий стол. Преимущественно стол будет располагаться на улице. Я, конечно, не оставляю надежду переехать однажды в мастерскую, которую никак не могу достроить, но исходить нужно из того, что есть сейчас. Поэтому стол будет не из дерева, а из металла, по крайней мере его основание. Для нее я буду использовать профильную трубу сечением 60 на 60 и 40 на 20. К сожалению, под мою высоту стола одной стандартной 3-метровой 60 трубы не хватило, потому что даже с учетом колес это всего 85 сантиметров. А как показывает моя практика, этого мало, потому что сильно затекает спина при долгой работе. Общая высота у меня будет почти 1 метр, с которых 10 сантиметров это колеса и 18 миллиметров старешница. Соответственно, трубу для ножек я пилю по 88 сантиметров, на последнюю ножку навариваю недостающий кусок. Размер стола по столешнице будет метр на полтора. Это удобно с точки зрения магазинной раскройки листов фанеры. Это напоминаю полтора на полтора метра. Соответственно, у листа нужно отпилить 50 сантиметров, которые потом для чего-нибудь можно использовать. Профиль 40 на 20 я пилю по 88 и 138 сантиметров. Каждой трубы мне понадобится по 4 штуки для верхней и нижней обвязки. Зачищаю корт четкой все места, к которым после сварки будет проблематично добраться и начинаю соединять. В этот раз неизвестно, чем я пользовался чаще, сваркой или угольником. После каждой прихватки тщательно измеряю углы и плоскости, чтобы все было, ну если не идеально, то очень к этому близко. В результате всех моих измерительно сварных работ получаются две вот такие вот боковые стенки, которые я откладываю для того, чтобы освободить место для соединения между собой всей конструкции. Вот это, кстати, остатки от березового палета, которые пригодятся мне в одном из следующих проектов. После уборки соединяю между собой боковые стенки на угловые магниты и продолжаю прихватывать. Когда каркас почти сварен, самое время проверить диагонали. При моих размерах каждая диагональ должна быть по 180 см. У меня пока все соответствует, так что прихватываю нижнюю обвязку и провариваю всю конструкцию. После чего снова проверяю диагонали и зачищаю сварные швы лепестковым кругом. Теперь пришло время колес. Их я купил в Леруа Мерлин по какой-то акции. Обошлись они мне всего в 260 рублей за штуку, что я считаю достаточно дешево, с учетом того, что колеса на подшипниках имеют тормоз и по заявленным характеристикам выдерживают до 70 кг каждая. И хотя эти колеса имеют штатные крепления в виде четырех отверстий под болты, я решил все-таки их приварить. Во-первых, из-за широкой крепежной пластины нужно было бы придумывать дополнительное крепление в ногах стола. И как колеса не расположи, эти площадки бы пусть и немного, но торчали наружу. Чтобы облегчить себе жизнь, а также не создавать дополнительные элементы, о которые я 100% буду спотыкаться и о которые будут задевать провода удлинителей, привариваю их намертво. Тем более, что снимать я их не планирую, а образовавшиеся уши я потом просто отрезаю болгаркой. В этот стол я планирую встроить свою циркулярную пилу, поэтому следующий день я начинаю с усиления верхней части, на которой будет лежать столешница, чтобы она не прогибалась от нагрузок. Использую для этого все ту же профильную трубу 40 на 20. Мне понадобятся две штуки по 94 см. Располагаю их на ровном друг от друга расстоянии и привариваю. Под столешницей я хочу сделать небольшую полку, на которую в процессе работы можно будет убирать инструмент, чтобы он не мешался, как это было раньше. Важно понимать, что расстояние для этой полки должно соответствовать не только размеру инструмента, но и должен присутствовать запас, чтобы можно было удобно просунуть руку. Каркас для полки я решил делать из профильной трубы 20 на 20. Нагрузка у нее будет небольшая, поэтому этого более чем достаточно. Некоторые элементы для удобства соединяю заранее. Все остальное будет привариваться уже по месту. Забегая вперед, скажу, что одна деталь тут лишняя. Вначале устанавливаю и прихватываю лицевую часть, а потом навариваю уже все остальное. В результате получается вот такая симпатичная полка. Ну, пока это еще не полка, но будет полка. Провозившись весь день, на ночь глядя я решил все это дело покрасить, чтобы утром уже приступить к окончательной сборке. В этот раз по какой-то непонятной для себя причине я решил красить не баллончиком, как это делаю практически всегда, а использовать свой поляризатор, который давным-давно покупал для окрашивания деревянного декора. Поскольку краска оказалась очень густой и пулик совсем не хотел ее выплевывать, я решил немножечко ее разбавить. Как человек с высшим малярным образованием, я решил использовать для этих целей растворитель, так как сама краска сделана на основе растворителя. Пулик начал выдавать замечательный факел, я покрасил всю конструкцию и на радостных щах отправился спать. Утром меня ждала вот такая вот картина. Видимо я переборщил с растворителем и местами краска просто не легла. Эти места я буду подкрашивать потом в итоге баллончиком. С легким разочарованием я приступил к установке полки и тут дела тоже обстояли нерадужно. Полка никак не хотела вставать на свое законное место, поэтому конструкцию пришлось доработать на месте. Этот задний профиль в любом случае нес в себе исключительно смысл ограничителя, чтобы полка не съезжала назад. А поскольку крепить я ее все равно буду саморезами, невелика потеря. Кстати о саморезах. Крепить столешницу и полку я буду вот такими 16 саморезами через низ. Для начала я делаю сквозные отверстия 4 мм для самого самореза, а в нижней части уже восьмым сверлом делаю отверстия, в которые будет утапливаться шляпка. Так саморез будет надежно спрятан. Поскольку сооружение у меня уличное, все деревянные элементы я покрываю двумя слоями лака. А пока лак сохнет, докрашиваю каркас. Теперь можно приступить к установке столешницы и полки. Продолжение следует... Там где расположена полка, шуруповертом подлезть естественно невозможно, поэтому закручиваю руками. Изначально я не хотел загружать нижнюю часть стола какими-либо полками для хранения чего-либо, но в конце решил все-таки сделать небольшой ящик для мелочи вроде рулеток, сверел, отверток и всего, что может вдруг понадобиться. На коробке не стоит сильно задерживаться, она абсолютно простая. Четыре стенки, задняя часть, все крепится на саморезы. Четыре выдвижных ящика, которые сейчас служат больше скорее декором. Поскольку на момент съемки мой большой фрезер находится в ремонте и я не сделал для них салазки, но я обязательно потом сниму об этом отдельное видео. Поскольку обыгрывать ножку стола я не хотел, а если делать лицевую часть заподлицо, сбоку образуется небольшая щель. Чтобы этого избежать, я продлил дно, а в образовавшуюся нишу решил установить удлинитель. Там он не будет мешаться, но при этом будет в легком доступе. И кнопка позволит в дальнейшем удобно запускать встроенную в стол пилу. Конечно, после моего старого стола это небо и земля. Он удобный, он большой, маневренный. В любой момент без усилий я могу его отодвинуть, чтобы сделать что-то на полу, например, что-то сварить или убрать его глубже под навес во время дождя. Двигать во время уборки, в общем, стопроцентная мобильность. Дополнительная нижняя полка, на которую в процессе работы что-то можно убрать, тоже невероятно удобная. В общем, по сравнению с моим старым столом, это, конечно же, космос. И чтобы проект считался полностью завершенным, осталась одна маленькая деталь. Продолжение следует...